Настройка приложения DJI GO 4 для iOS и Android. Хочу поделиться с вами практикой настройки меню приложения DJI GO 4 для использования дрона в режиме видеосъемка. Активируем значок. Нажимаем ввод устройства, в нашем случае Mavic Pro. Перед нами меню настройки приложения, версия прошивки 900. Автоматически открывается страничка дрона. Если на картинке нет предупреждений, значит все системы в порядке. Если меню компас подсвечен красным, надо исполнить ритуальный танец перед полетом под названием калибровка. Кто знает, может это последний полет. Компас обязательно нужно калибровать, находясь в новом месте съемки. Без калибровки компаса дрон в случае потери сигнала, что довольно часто бывает в городе, или нажатие кнопки домой, вернется к последней записанной точке дом. Я часто пользуюсь кнопкой домой, очень удобная функция. Увлечешься съемкой, потеряешься в пространстве, нажал домой и дрон тут как тут. Вернемся к меню квадрокоптера. Нажимаем три точки в правом верхнем углу экрана. Активируем этот значок и попадаем в меню параметры. В принципе, все настройки прекрасны по умолчанию, но некоторые надо подправить в зависимости от ваших желаний и интересов. Начнем. Режим позиционирования и спортивный. В режиме позиционирования активны датчики вниз-вперед для обнаружения и облета препятствий, что полезно при съемке крупных планов. В режиме спортивный датчики не активны, дрон не обнаруживает и не облетает препятствия, но увеличивается скорость полета, что полезно при драпании от охраны объектов съемки. Увеличивается тормозной путь коптера до 30 метров. Увеличивается отзывчивость коптера на небольшое движение стиков. Требуется большее пространство для маневров. Перед полетом желательно всегда проверять положение переключателя, позиционирование и спортивный. Высота возврата домой. В зависимости, где вы летаете, город, лес, выставляете высоту полета дрона в случае потери сигнала или нажатия кнопки домой, чтобы ничего не задеть. Деревья, дома. Следующий пункт. Высота полета. Задается ограничение на максимальную высоту, выше которой дрон не взлетит. Согласно правилам, не выше 150 метров. Следующий пункт. Ограничение максимальной дистанции. На практике дальность 1500 метров вполне достаточно. Следующий пункт. Дополнительные настройки. Нажимаем вот этот пункт. Меню Экспо. Экспо отвечает за плавность перемещения дрона в различных направлениях или как далеко отклонить стик от начального положения. По умолчанию установлено значение 0,25. Если увеличить до 0,6, то перемещение дрона будет более жестким, грубым, что вредно для видеосъемки. Следующий пункт. Меню. Чувствительность. Отвечает за скорость выполнения команд оператора Мэйвиком. Первый пункт. Отвечает за перемещение дрона. Второй. За торможение дрона. Третий. За угловые движения относительно вертикальной оси. Оставляем все по умолчанию. Следующий пункт. Меню Гейн. Оставляем по умолчанию. Меню Гейн предназначен для замедления или ускорения дрона с внешними воздействиями. Ветер. Дополнительный навес на дрон. Некоторые вешают камеру. Далее переходим в меню сенсоры. Зеленый значит все отлично. Желтый хорошо. Красный бежим калибровать датчики. Ссылка в описании к ролику. Вкладка компас тоже самое. Калибруем компас. Если видим желтый, красный цвет. Я калибрую от греха подальше перед каждым полетом. Этот пункт оставляем по умолчанию. О нем рассказано выше. Далее пункт. Сигнал потерян. Действие дрона. Выбор из трех пунктов. Возврат в точку дом. Посадка в точке потери сигнала. Дрон могут украсть. Зависание дрона на месте потери сигнала. Оставляем пункт. Сигнал потерян по умолчанию. Следующий пункт. Отключение. Включение LED передних светодиодов. Подсветки. Положение. Направление коптера. Режим хорош для ночной съемки. Далее. Пропеллер кейдж. Включается, если установлена защита на пропеллере. И дрон летает вот так. Никогда не пользовался. Если дрон упадет, защита бесполезна. Далее. Экстренная остановка пропеллеров. Оставляем и запоминаем положение стиков на экстренный случай отключения моторов в случае падения дрона в траву на деревья, что часто бывает при съемках в городе. Следующая закладка – Visual Navigation System. Включаем первый пункт, отвечающий за облет препятствий. Подробное описание, как функционирует облет препятствий в инструкции к дрону. При включении пункта «Радар» на экране появятся визуальные деления, показывающие расстояние до препятствия, что хорошо для съемки крупных планов объекта. Включаем пункт «Нижнее позиционирование», который работает на небольшой высоте, помогая удерживать дрон на месте в случае потери сигнала GPS. Следующий пункт – «Возврат домой», при активации которого Мэйвик будет облетать препятствия при возврате в точку «Дом». Следующая закладка – «Калибровка пульта управления». Первым пунктом и наиболее важным является калибровка стиков. Следуйте инструкциям на экране. Визуальный просмотр ролика по калибровке стиков в описании. В следующем пункте вы можете настроить стики по своему усмотрению или оставить по умолчанию. Следующее меню – «ЖК-экран». Отображает различные системные статусы в режиме реального времени. Следующий пункт меню отвечает за настройку двух кнопок на обратной стороне пульта. Возможно установить, переключить на карту, смотреть видео, информацию о батарее, навигация, воспроизведение, центр автофокуса. Я этими кнопками не пользуюсь, все есть на экране. Далее пункт по настройке маленького джойстика. Оставляем все по умолчанию. Для меня на джойстике полезны две функции. Камера резко вниз и вверх, что удобно для ориентации в случае потери сигнала GPS. Следующее меню – «HD». Ставим «Авто» и ничего не трогаем. При нажатии на символ батареи открывается детальная информация о состоянии батареи. Оставляем все по умолчанию. Но обязательно включите вот эту кнопку, чтобы коптер мог рассчитать обратную дорогу домой при разряде батареи. Меню «Дополнительные настройки». Первый пункт при включении на экране пульта будет показан вольтаж батареи. Второй пункт – время разряда батареи. При активации, например, пункта «7 дней» батарея начнет автоматически разряжаться через 7 дней, что полезно для сохранения параметров батареи. Следующий пункт в главном меню – «Джимбал» или «Подвес камеры». В этом меню активируем «Фоллу». Камера останется неподвижной на объекте съемки, равносильно стыдекаму. В меню «Дополнительных настройках» выставляем плавность подвеса камеры. Выставляем параметры, как на картинке. Для дополнительного ознакомления ссылка на ролик в описании. При активации этой кнопки камера дрона будет подниматься вверх относительно горизонта на 30 градусов. Я эту функцию использую редко. Летая далеко, можно потеряться в пространстве. Следующие три пункта – «Калибровка подвеса». Первый пункт – «Центровка подвеса». Второй пункт – «Регулируют завал камеры влево или вправо». Можно ничего не крутить, все легко исправить в видеоредакторах. Третий – «Автокалибровка». Активируете и ждете несколько минут, предварительно сняв колпак и защиту с камеры дрона. Нажимая на три точки, попадаем в меню «General Setting». Первый пункт – «Единица измерения». По умолчанию – «Километры в час». Второй пункт меню – «Выбор сетей в режиме реального времени». Я этим пунктом не пользуюсь. Третий пункт при включении показывает маршруты полета на карте в правом нижнем углу айпада айфона, что очень удобно. Четвертый и пятый отключаем, так как предназначен для Китая. Шестой пункт, если включить, предназначен для дублирования видео на ваш айпад айфон, что полезно при падении дрона в воду. Хоть что-то останется. Седьмой пункт – «Выделенная память на айпаде айфоне». Восьмой пункт – «Очистка кэша автоматически при достижении максимального размера выделенной памяти. Видео будет удалено». Девятый пункт – «Активация звука на айпаде айфоне», так как мэвик звук не пишет, моторы сильно жужжат. Десятый пункт – «Журнал событий предупреждений». Одиннадцатый пункт – «Информация о прошивке, программе, серийном номере». При нажатии на этот пункт проверяется обновление прошивки. Пункты с синим цветом – «Очистка всего лишнего». Переходим к параметрам камеры. В настройках всё как в фото и видеокамерах. Для фото я ставлю ISO 100 и снимаю только в ручном режиме в формате JPEG, так привычней. Значение диафрагмы у мэвики постоянно – 2,2. Для простоты можно оставить авто. Видео для меня удобней – 4К, 25 кадров, чтобы согласовать формат с ручной видеокамерой. В 4К мэвик пишет «Отлично». Формат – MP4. Система – PAL. Баланс белого – авто. Меню «Стайл» без изменений. Всё регулирую в редакторах. Нажимаем на шестерёнку и активируем полезную функцию «Зебру», которая показывает переэкспонированные участки. Включение сетки и перекрестья. Кому как удобней. Форматирование SD-карты. Желательно с помощью мэвика. Остальное всё лишнее и понятное. На этом всё. Удачных полётов! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!